Не трогать до 2020 года или все-таки наспех принятый в экстремальных послереволюционных условиях основной закон государства требует изменений. Очередной круглый стол, на котором обсуждались поддержанные четырьмя фракциями поправки, прошел сегодня. Одни эксперты утверждают, что они отбросят Кыргызстан, строящий парламентаризм, значительно назад. Другие утверждают, что все оказии этого документа уже всплыли и самое время их исправить. Случай с Азимчаном Аскаровым стал причиной пересмотреть отношения к международным договорам. Кыргызские суды признали Аскарова виновным в разжигании межэтнической розни, а в ООН потребовали пересмотреть это дело и отпустить правозащитника. Чтобы укрепить суверенитет и безопасность страны, как пишут авторы поправок, необходимо изменить статью 41 Конституции. Из статьи 6 Конституции Кыргызской Республики исключается норма, устанавливающая приоритет норм международных договоров по правам человека над нормами остальных международных договоров. А из статьи 41 исключается норма, согласно которой Кыргызская Республика обязана исполнять решения международных органов по правам человека и принимать меры по восстановлению и возмещению причиненного вреда. Кыргызстан подписал большинство международных конвенций, которые вобрали в себя незабываемые основы по защите прав и свобод человека, отмечают юристы. В случае принятия этого пункта страна должна выйти из ООН, ОБСЕ и прочих международных организаций. В догонку к этому в исконно-правовой документ вводится еще и столь философское понятие, как система высших ценностей. Суверенитет, национальные интересы, права и свободы человека же уходят на второй план. Каждый из вас в последующем, в силу безработицы, в силу пострадавшей от действий чиновников, правоохранительных органов, выскажет какую-то критику. И руководители, обеспечивающие исполнение этих ценностей и норм Конституции, будут иметь право каждого из вас посадить за то, что вы не любите родину, вы выступаете против суверенитета, либо за национальное единство. Смутило политологов и роль Верховного Суда. В статью 96 Конституции Кыргызской Республики вносится изменение, где исключается положение, согласно которому акты Верховного Суда являются окончательными и обжалованию не подлежат. Впрочем, несмотря на то, что эксперты не нашли справки об основании к этому пункту, судебная система себя скомпрометировала. Сегодня отсутствует применение единообразия норм. Так, высшая инстанция принимает решение, в корне противоположное решению первых двух судебных инстанций. У нас получается судебный марафон, который может выделить только человек с только кошельком. Районный суд выиграть, областной суд, духовный суд, который, опять же, тоже решение не может принять окончательно, которое не подлежит обжалованию. И опять идет та же самая, скажем, в пурговерии. И в связи возникает вопрос, а зачем тогда вообще нужен Верховный суд, такой трактовки? Может быть, достаточно тогда обойтись районными, ну, местными судами, да? Все нужно ничего не решать, точку никто не ставит. То есть это вот та мина, которая у нас заложена. В статью 72 Конституции Кыргызской Республики вносится изменение, согласно которому возможно совмещать должности депутата Джигурку Кенеш и должности премьер-министра и вице-премьер-министра, а также голосовать на пленарных заседаниях парламента. Эта поправка, как отметили участники Круглого стола, создается для того, чтобы лидеры фракции могли уходить на позиции в правительство, а после отставки возвращаться в парламент. Однако именно такой ход, как уверяют авторы поправок, позволит правительству и парламенту работать солидарно, едино. Мы с вами сами все свидетельцы того, что мы утверждаем, премьер-министра парламента, утверждаем кабинет министров, принимаем программу. И не пройдет и годы, и мы начинаем опять же предъявлять претензии и так далее. А если они будут проникнуты одной идеей, двигаться вперед, будет понимание по основным вопросам, то я считаю, это пойдет на пользу стране в целом и экономике нашей. В статью 87 Конституции Кыргызской Республики вносится изменение, согласно которому премьер-министру делегируется право освобождения члена правительства, за исключением членов правительства, ведающих вопросами обороны и национальной безопасности. Кроме того, в случае, если президент Кыргызской Республики в течение пяти дней не издаст указ об освобождении члена правительства, то премьер-министр вправе отстранить его своим решением. То же самое относительно назначения членов правительства. Таким образом, предлагается усилить полномочия премьер-министра. В частности, также предлагается прописать норму, по которой депутаты могут выразить ему недоверие непростым большинством, как было ранее, а согласие не менее чем двух третий членов парламента. Парламент выбирает премьер-министра, а потом, опять же, его гнобит. Любое решение правительства не проходит. Парламентская коалиция большинства критикует правительство и так далее. Между тем, есть и те поправки, которые не вызвали особой критики, такие как запрет на однополые браки, отмена моратория на смертную казнь за педофилию или лишение гражданства за террористические действия. Елена Яковлева, Бакытко Шалиев, НТС.